Всеобщий прогресс растет прямо пропорционально развитию массовой компьютеризации. Наше развитие, жизнедеятельность подчинены этим машинам. Они позволяют покорять земное и околоземное пространство, совершенствовать глобальные процессы, делать их более простыми и в то же время точными. Первую попытку механизировать вычислительные действия предпринял Блес Паскаль в 1642 году. Он создал Паскалину, суммирующий цифроаппарат. За последующие 329 лет произошел огромный шаг вперед на пути к всеобщей компьютеризации планеты. В 1971 году мир увидел первый микропроцессор, который стал основой калькулятора. Первый же персональный компьютер собрали спустя 5 лет. И с тех пор в этой индустрии произошел не менее революционный этап. Мы решили узнать, каким же образом собирают компьютеры сегодня и что лежит в основе этого ответственного процесса. Здравствуйте! Вы смотрите процесс, программа которая детально рассказывает о том, что выпускается под маркой Майден Казахстан. Под прицелом объективов наших видеокамер сегодня процесс сборки и промышленной диагностики компьютеров. Прежде чем поступить на сборку, все комплектующие будущего персонального компьютера проходят строгий анализ на соответствие качеству. Изделия проверяют на наличие ошибок в специальной компьютерной программе. Здесь же высчитывают нужное количество всех расходных материалов. С помощью ручных сканеров все данные об изделии считывают и загружают в компьютер. Они нужны для архива. В будущем это позволит быстро узнать, из каких комплектующих был собран компьютер, дату его сборки и имя мастера. Если комплектующие расформированы по блокам и аккуратно сложены в ящики, можно начинать процесс. Кстати, о ящиках. Они не совсем обычные. Статическое электричество у человека может вызвать лишь несколько секунд неприятных ощущений. А для электронной техники оно представляет огромную опасность, так как может окончательно вывести из строя полупроводниковые приборы. Поэтому для хранения и транспортировки комплектующих используют антистатические ящики. Они сделаны из токопроводящего пластика. И в такой таре все запчасти находятся под надежной защитой от вредных воздействий электрических разрядов. Затем приступают к печати технологических этикеток. Помимо того, что они содержат всю необходимую информацию о товаре, в них также фиксируются данные о процессе производства. Если система на каком-то этапе обнаружит брак, с помощью специального штампа можно будет оперативно определить, на каком этапе произошел сбой. Теперь нужно собрать корпус системного блока. Из заранее подготовленных листов сердце будущего компьютера получает все необходимые перемычки и отделения для составных частей блока. Скрепляют их вручную по определенной схеме, которая значительно упрощает всю операцию. Далее наступает один из самых ответственных процессов – фарширование компьютера всеми комплектующими. Эту задачу тоже выполняют вручную. Каждый работник делает это в четкой последовательности, поэтому вероятность ошибки минимальна. Оснащает корпус всеми необходимыми деталями один мастер. В определенном порядке пока еще пустой системный блок обрастает десятками микросхем и процессоров. Их фиксируют вручную при помощи вот такой отвертки. Кстати, ручной труд позволяет значительно сокращать производственные ошибки и делает процесс сборки более точным. Кстати, чем мощнее компьютеры, тем больше времени потребуется на процесс комплектации. Мастер должен быть максимально сосредоточенным, ведь ему приходится работать с множеством мелких деталей – крышками для разъемов USB, шнурами и болтиками. В некоторых случаях используют автоматические шуруповерты, которые значительно облегчают процесс сборки. При нажатии на болт в шуруповерте срабатывает механизм, который молниеносно вкручивает его в деталь. Системный блок собирает по определенной схеме. В любой момент можно изменить характеристики машины, установить видеокарту помощнее, увеличить объем оперативной памяти или емкость винчестера – жесткого диска. Основа основ – материнская плата. Именно к ней присоединяют все остальные комплектующие – вентилятор, видеокарту, жесткий диск, блок питания. Мозг всего компьютера – процессор. Его устанавливают на материнскую плату. Это пункт управления всей машиной. Процессор распознает сигналы пользователя и отдает команды всем остальным системам. Кулер или вентилятор – обязательная деталь любого компьютера. Он создает благоприятную среду для работы всей системы. Его лопасти охлаждают специальные пластины, которые, в свою очередь, отводят тепло от процессора. В настольных персональных компьютерах кулер работает непрерывно. Именно он создает шум работы системного блока. Качество кулеров оценивается именно по уровню производимого им шума. Чем тише он работает, тем дороже его себестоимость. Идеальный вариант – 20 дБ. Это примерно как шепот, который мы слышим с расстояния в несколько метров. Не будь вентилятора, температура воздуха внутри системного блока превысила бы допустимую температуру нагрева. Кулер поддерживает температуру на уровне 40 градусов. В случае, если механизм приходит в неисправное состояние, система автоматически отключается. Собранный компьютер отправляется на предварительное тестирование. Сначала визуальное. Важно проверить соединение шлейфов, разъемов, качество крепления деталей. Далее машину подключают к сети, настраивают параметры BIOS – базовую систему компьютера. Это микропрограммы, которые в дальнейшем позволят использовать компьютер, загрузить в него операционную систему, получить доступ ко всем функциям. На следующем этапе компьютер подвергают длительному тестированию. Этот процесс происходит в автоматически управляемых тележках. Это циклический процесс, в ходе которого многократно проверяются все узлы персонального компьютера. Материнская плата, центральный процессор, оперативная память, видеокарта, CD-ROOM, накопители на жестком и гибком магнитном диске. Тестирование происходит с помощью специального программного обеспечения, которое дотошно проверяет каждую микросхему. Полученные результаты вносят в протокол для последующего анализа. Программа оценивает работоспособность процессора и других основных компонентов компьютера. Если он не включается или система выявляет дефект, который невозможно устранить на месте, изделие следует на участок ремонта. Если не исправен какой-либо компонент, его меняют на другой и снова тестируют. И так до тех пор, пока машина не будет работать в правильном режиме. На этапе окончательного тестирования программа анализирует полученные ранее данные, еще раз проверяет качество программного обеспечения и совместимость всех частей системного блока. Если все в порядке, изделия поступают на упаковку. Системный блок хоть и сделан в основном из металла, это все же хрупкий механизм. Его нужно беречь от внешних воздействий, поэтому для его упаковки используют особые материалы, которые предотвращают повреждения компьютера при транспортировке. В безопасной упаковке собранный и полностью готовый к использованию компьютер отправляется на продажу, чтобы стать для кого-то умным и надежным помощником. Сегодня в мире насчитывается больше одного миллиарда компьютеров, и их число ежегодно растет. Такую технику используют каждый четвертый житель Земли, и наше дальнейшее пребывание на этой планете теперь уже немыслимо без этих умных машин. Большая часть компьютеров сосредоточена в развитых странах, однако эксперты говорят о том, что второй миллиард вычислительных машин придется в основном на Азию и Африку. Вы смотрели процесс, программу которая детально рассказывает о том, что выпускается под маркой Made in Kazakhstan. И меняет ваш взгляд на вещи, которые окружают нас в повседневной жизни. Меня зовут Дмитрий Галабир. Я Даниэр Бутербаев. Увидимся на следующем процессе. Субтитры создавал DimaTorzok